Всем привет! С вами Мария, и вы на канале Алмазная вышивка и не только. На Алиэкспресс уже давно продаются не только наборы алмазной вышивки, но и наборы инструментов для алмазной вышивки. Нужны ли нам они, оправдана ли их цена и что обычно входит в такие наборы? Обо всем этом мы сегодня и поговорим. Как вы уже поняли, у меня есть один из таких наборов. Конечно, я перед съемкой его открыла, все просмотрела, но вот собрать все обратно так, чтобы крышка закрылась, мне не удалось. Поэтому часть этого набора пришлось хранить отдельно, и я в очередной раз восхитилась мастерством китайских упаковщиков. Но давайте разложим весь набор и посмотрим, что же внутри. Сразу скажу, что специально этот набор я не хотела покупать, но я заказывала большую партию органайзеров, и к ней я могла выбрать любой подобный набор с большой скидкой. Поэтому я просто воспользовалась ситуацией и заказала, пожалуй, самый распространенный на Алиэкспресс набор, только для того, чтобы показать его вам. На текущий момент, а у нас сейчас начало мая 2019 года, подобные наборы вы можете купить за 1000-1300 рублей. Как правило, туда входят больше сотни элементов, но большая их часть это зип-пакеты и силиконовые квадратики. Поэтому на число элементов лучше не смотреть. Итак, давайте начнем с зип-пакетов, поскольку именно они дают наибольший вклад в общее количество элементов, и, как вы понимаете, наименьший вклад в общую цену. Здесь у меня их 50 штук, по 25 пакетов каждого из размеров. Первый размер это 6х8 см, и второй 8х10 см. Мне в работе кажется удобнее пакета 6х8, и их я покупаю пачками по 100 штук в обычном магазине упаковки. Каждая такая пачка стоит 20 рублей. Давайте заменим 50 зип-пакетов из набора на мою пачку за 20 рублей, где, заметьте, в два раза больше пакетов. Дальше мы обратимся к силиконовым квадратикам. На моем канале про них есть отдельное видео. Если у вас есть вопросы по их использованию, проходите по ссылочке в описании и смотрите. Что касается их расхода, то мой личный опыт и опыт большинства моих зрителей показывает, что половинки, а то и четверти одного квадратика, хватает на картину 30х40 см. То есть мне этих квадратиков хватит на 20 квадратных метров алмазной вышивки. Это же сколько лет на это уйдет. Но дело даже не в этом. Правда в том, что большинство из нас выкладывает алмазную вышивку по наборам, а в каждый набор кладут минимум по одному такому квадратику. Поэтому они имеют свойство накапливаться. Чем больше наборов вы покупаете, тем больше появляется таких квадратиков в ваших запасниках. Поэтому потребность в отдельной покупке силикона возникает крайне редко. И уж точно не в таких масштабах. То же самое относится и к зеленым лоткам. Они также копятся в запасниках с каждым купленным набором алмазной вышивки и очень редко используются в полном объеме. Поэтому покупать их отдельно, на мой взгляд, нет смысла. А если и покупать отдельно лотки, то лучше уж брать вот такие белые лотки с узким горлышком. На моем канале есть отдельное видео про мою коллекцию лотков, где я показываю вам их всевозможные вариации. Но вот этот белый лоток пока что мой неизменный фаворит. Некоторые продавцы и их кладут в наборы. Но это случается на порядок реже. В основном кладут зеленые лотки. И давайте сразу скажу о стилусах. Мне очень сложно представить ситуацию, в которой одному человеку понадобилось бы сразу 11 стилусов. За всю мою рукодельную историю я выбросила только 2 стилуса. И то потому, что я сознательно их поломала ради эксперимента. Если вы не теряете стилусы, не бьете по ним молотком, то вы можете прожить с одним стилусом не один счастливый год. Поэтому в покупке сразу 11 штук я смысла не вижу. Конечно, не все стилусы здесь одинаковые. Есть насадки на разное количество страз. На 3, на 6 и на 9. Но все эти насадки можно использовать с одним единственным стилусом. Они снимаются и отлично заменяются. Поэтому вам достаточно одного стилуса и нескольких сменных насадок. Есть еще насадка-корректор, которая призвана выравнивать ваши ряды. Но ее отлично может заменить обычная железная линейка. Если подытожить, то могу сказать, что ни 11 стилусов, ни 6 зеленых лотков, ни тем более 40 силиконовых квадратиков одному человеку не нужны. Я специально поискала более скромные наборы инструментов на Алиэкспресс и нашла очень много наборов вот такого типа. Что входит в этот набор? Три стилуса с мягкими насадками, у которых на концах также есть насадки на 3, 6 и 9 страз. Белый лоток с узким горлышком. Два кусочка силикона, которые равны 4 квадратикам. И бонусом идет хороший пинцет. Большинство таких наборов стоит в районе 150 рублей. А то и меньше. По функционалу они с запасом покроют потребности практически любого поклонника алмазной вышивки. Поэтому я убираю из набора все стилусы, все зеленые лотки, все силиконовые квадратики и заменяю их вот этим более скромным, но не менее функциональным набором за, ну давайте считать, 150 рублей. Сразу убираем такой же белый лоток из нашего набора. И раз уж в наш более скромный набор входит пинцет, давайте разберемся и с ними. О пинцетах я, наверное, как-нибудь сниму отдельное видео. Сейчас же могу сказать, что вот эти пластиковые пинцеты, которые продавцы кладут во многие наборы, они бесполезны. Они легко ломаются, сразу ими поддеть очень сложно. Я уже молчу о том, чтобы использовать их для выкладывания алмазной мозаики. Поэтому без зазрения совести я убираю их из нашего набора. Остается маленький металлический пинцет с изогнутыми краями. О нем ничего плохого сказать не могу. Правда, из-за его небольших размеров кому-то он может показаться неудобным. Но в общем случае это вполне рабочий вариант. Но раз у нас уже есть заведомо лучший пинцет, то мы также уберем этот маленький металлический пинцет из набора. Что еще можно убрать? Думаю, пластиковые ложки. Нам их положили аж три штуки, но зачем их отдельно покупать, если у каждого дома есть обычные чайные ложки. И теперь давайте обратимся к этим двум органайзерам. Сами по себе они неплохие. На каждую ячейку есть отдельная крышка, и в каждом органайзере по 12 таких ячейок. Но на мой взгляд они слишком маленькие. И размер ячейки недостаточный, и их количество меньше, чем нужно. В одном из следующих видео я расскажу вам про несколько новых органайзеров, которые у меня появились, и среди них вот эти два есть. Я расскажу для чего я их купила, но точно не для организации текущих процессов. Для этого я всегда рекомендую вам вот эти органайзеры, пластиковые, на 28 ячеек. На каждой ячейке отдельная крышка. Этот органайзер и вместительный, и не слишком большой, и недорогой. Вы легко найдете его на Алиэкспресс за 200 рублей, а то и дешевле. Поэтому я убираю два маленьких органайзера и меняю их на большой. У меня на канале есть целое видео о недорогих органайзеров, поэтому если вы его еще не смотрели, ссылку я оставлю в описании. А у нас дальше идут стилусы с подсветкой. Про них на моем канале также есть отдельное видео, ссылку я также оставлю в описании. Но если вкратце, то, во-первых, далеко не всем они подходят из-за маленькой длины, а во-вторых, совсем не обязательно покупать эти стилусы с разными насадками, поскольку для них можно использовать насадки от обычного стилуса. Но допустим, что мы все-таки решили купить светящийся стилус и взять сразу две штуки про запас. На Алиэкспресс они стоят примерно по 70 рублей за штуку, хотя можно найти и дешевле, и вы можете сами в этом убедиться по поисковому запросу, который вы видите на экранах. А мы переходим к стикерам. Здесь у нас один листочек с 50 кружочками от 1 до 50. Именно таких стикеров на Алиэкспресс мне найти не удалось, но у меня есть вот такие листы со стикерами от 1 до 100, и стоят они не больше 20 рублей за штуку. Но я знаю еще более хорошую замену. Вот этот рулончик ценников я купила в обычных констоварах за 40 рублей. И здесь 400 самоклеющихся этикеток, на которых можно писать хоть порядковые номера, хоть номера цветов DMC. Все, что хотите. На мой взгляд, это более функциональное решение, чем маленький листок номерных стикеров. Поэтому меняем. Теперь зажимы. Признаться, я не знаю, зачем они вообще нужны. Разве что можно с их помощью прикрыть пленкой полувыложенный участок работы. В этом случае пленка уже практически не касается клея, а потому не пристает к полотну. Тогда, конечно, зажимы это выход. Но зачем нам такие зажимы, если можно использовать обычные канцелярские зажимы? Набор из 12 таких зажимов можно опять-таки купить в обычных констоварах за 50 рублей. И что у нас осталось? Остался большой белый лоток с узким горлышком. Вещь в работе не обязательная, но полезная. Поэтому оставим. Вы можете найти его на Алиэкспресс примерно за 70 рублей. Ну и, конечно, коробка. Сразу скажу, что на фотографии ее размеры кажутся внушительнее, чем в жизни. Вы видите, что она практически размером с мою руку. Холсты в ней точно не поместятся. И плюс верхняя крышка забирает практически треть всего объема. Да и в нее особо ничего не положишь. Даже сам набор инструментов, как я уже говорила, вы вряд ли сможете просто так сложить в эту коробочку. Очень уж она маленькая. Поэтому вместо нее я взяла бы обычную пластиковую коробку с крышкой за 200 рублей. Их сейчас много продается и в гипермаркетах, и в строительных магазинах. Да в том же Фикс Прайсе или Галамарте вы найдете очень много вариантов. Ну вот вроде бы и все. У нас с вами получился свой набор инструментов. И давайте посчитаем, сколько он нам стоил. 20 рублей пачка зип-пакетов. 150 рублей мини-набор инструментов. 200 рублей органайзер на 28 ячеек. 140 рублей два стилуса с подсветкой. 40 рублей за 400 этикеток. 50 рублей за 12 зажимов. 70 рублей за большой белый лоток. И пусть 200 рублей за хорошую пластиковую коробку. Итого получилось 870 рублей. Мы убрали все ненужное. Здорово повысили практичность набора. И даже немного сэкономили. Напомню, на сегодняшний день изначальный набор вы можете найти на Алиэкспресс не менее чем за 1000 рублей. Лично я бы еще убрала отсюда стилусы с подсветкой, поскольку мне они неудобны. И убрала бы пластиковую коробку, потому что я предпочитаю обычные картонные коробки. Ну и убрала бы зажимы, потому что не пользуюсь ими в алмазке. Только один раз использовала, когда оформляла работу. Таким образом, мой личный набор стоил бы мне 480 рублей, что уже в два раза дешевле, чем первоначальный набор. Конечно, мы с вами разобрали только один набор инструментов, а различных вариаций может быть десятки. Но думаю, что теперь вы отлично понимаете принцип, по которому составляются эти наборы, и по которому мы можем оценить, стоит ли покупать такие наборы. А если вы хотите посмотреть на другие варианты, просто вбейте в поиски Алиэкспресса Diamond Painting Toolkit. От себя добавлю, что я пока не видела больших наборов инструментов, которые действительно стоят своих денег. Напишите мне в комментариях, задумывались ли вы о покупке таких наборов, что вы о них думаете, и поменялось ли как-то ваше мнение после просмотра этого видео. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. У нас впереди много интересного. А я с вами прощаюсь, хоть и ненадолго. Всем пока!